Появление морщин на кожу, истончение волос, все это признаки старения. Существует ли средство, которое поможет нам выглядеть моложе? Оставайтесь с нами, и мы познакомим вас с эффективным средством от старения и услышим несколько историй его успешного применения. В 60-е свободными радикалами называли революционно настроенных людей, выступавших против войн. Сейчас под свободными радикалами подразумеваются нестабильные молекулы в нашем организме, которые повреждают здоровые клетки, ускоряют процесс старения и увеличивают риск развития заболеваний. Многие эксперты считают ключом в борьбе с процессом старения избавление организма от свободных радикалов. Клетка и время. Доктора и ученые, занимающиеся поиском средств против старения, ищут способы добиться этого. Их достижения могут помочь нам повернуть время вспять. Сейчас мы считаем неизбежным, что когда мы состаримся, наше тело станет морщинистым. Наши волосы станут тонкими, а наша энергия постепенно угаснет. Но ученые, специализирующиеся на поиске средств против старения, могут выделить несколько факторов, которые приводят к старению, и предложить несколько решений, которые позволят предотвратить этот процесс. Борец со старением, доктор Патрик Фланаган, в свои 17 лет был назван гениальным ученым, после того, как Министерство обороны заказало систему ядерного обнаружения, которую Фланаган изобрел в возрасте 14 лет. В последние годы его усилия направлены на изучение процесса старения. Его исследования помогли понять этот процесс на клеточном уровне. И его стратегия уменьшения биологического возраста заключается в том, чтобы предотвратить повреждения клеток. Многие факторы приводят к образованию того, что мы называем свободными радикалами. Это токсические молекулы, которым не хватает одного электрона для формирования отрицательного заряда. Если в нашем организме нет достаточного количества антиоксидантов, таких как витамин С или других форм антиоксидантов, свободные радикалы получают возможность вызывать повреждения ДНК, в результате чего нарушается процесс клеточного деления и возникает болезнь. Свободные радикалы также рассматриваются в качестве причины старения. В своих исследованиях доктор Фланаган занимался поиском новых супероксидантов. Об открытом им препарате микроядрин мы уже рассказывали. Это открытие является результатом исследований воды в области Хунзо в Гималаях. Люди, обитающие в тех местах, дольше живут и лишь болеют. Натуральные минеральные коллоиды, взвешенные в их питьевой воде, помогают им в этом. Микроядрин – природная пищевая добавка, которая способствует образованию и повышению эффективности работы антиоксидантов. Я нашел способ концентрировать отрицательно заряженные ионы водорода и сохранять их в малых объемах. Мы измеряли эффективность микроядрина. Оказалось, что одна капсула обладает таким же восстановительным потенциалом, как и 10 тысяч стаканов апельсинового сока. Если вы не стали ядерным физиком в 17 лет, те химические процессы, которые лежат в основе действия этого супероксиданта, вам ни о чем не скажут. Но результаты действия этого вещества имеют огромное значение. Могут ли супероксиданты помочь нам обратить вспять процессы старения и предотвратить смертельные заболевания, такие как рак? Недавние клинические исследования показали, что новый препарат поможет нам дольше жить. После использования микрогидрина в течение 3-6 месяцев произошли значительные изменения. Я даже дышать стал по-новому. Я вдыхаю воздух и чувствую эйфорию. Когда вы включаете свой телевизор, нетрудно найти рекламный ролик о продукте, который позволяет сделать жизнь здоровее, насыщеннее и более энергичной. Когда вы видите подобные ролики, помните, что одно дело давать обещания, и совсем другое их сдерживать. Когда я смотрелся в зеркало, то видел там очень больного человека. У меня были проблемы с кожей, со зрением, проблемы с обонянием. Несколько лет назад у меня была чувствительность к различным химическим веществам, так что пройтись по улице до магазина было смертельным делом. Когда я вдыхал его хлопные газы, потом в течение нескольких дней плохо себя чувствовал. В тот день, когда мне прислали это средство, я сказал, надо попробовать, что это такое. Взял камеру, сделал несколько кадров себя самого. Потом я принял средство. И через 20 минут опять вернулся к камере. Было чувство, что я снова научился дышать. Когда люди принимают две капсулы моего средства, обычно через 20 минут они начинают ощущать прилив энергии. Цвета в комнате для них становятся ярче. У меня были постоянные проблемы с горлом. Всюду лежали леденцы для горла. В карманах, в машине, в сумочке. Однажды мне позвонил друг, который слышал об этом средстве. Он очень заинтересовался им, и ему хотелось поделиться со мной. Он сказал, почему бы тебе не попробовать? Может быть, почувствуешь себя лучше? Он вообще часто и много говорил об энергии. Я и подумала, почему бы и нет. Я не знала, поможет ли это средство. Я даже не думала об этом. Этот продукт усиливает все положительные действия. Если вы придерживаетесь здоровой диеты, то это средство делает ее более эффективной. Если вы принимаете антиоксиданты, их действие усиливается. Раньше я постоянно находился в состоянии депрессии. Но после того, как я стал принимать микрогидрин, я почувствовал прилив сил. Благодаря ему я вернулся к жизни. Мне стало значительно лучше.